здравствуйте уважаемые соотечники я сегодня хочу показать какую специальную операцию разыгрывает путин используя токаева и здесь не нужно восхищаться что вот какую изящную комбинацию провели путин и его подчиненный токаев все на поверхности лежит когда ты заранее знаешь что эти люди пытаются тебя разыграть мошенники и так далее когда ты это знаешь ты в каждом движении должен видеть смысл и таким образом можно легко разгадать все их планы и действия вот представьте себе когда знаете я помню были времена когда я ездил в поселок алатал около алматы за города и на автовазале саяхат около автовазала саяхат постоянно там бегали люди которые разыгрывали так называемые шарики маленькие ну ты заранее знаешь что эти жулики и за всеми их действиями наблюдаешь понимая что эти жулики всегда находишь где они тебя обманывают а если ты сам хочешь обмануться ты конечно же обманываешься вот в данном случае нужно понимать что путин токаев и любые диктаторы тот же мерзиоев там или эрдоган они вся одна шайка банда ну в разных условиях и таким образом когда ты это понимаешь ты можешь их читать все их действия для чего это делается вот смотрите на прошлой неделе разразился скандал разрезал скандал что казахские власти помогают путину красть украинское зерно был обнаружен казахский корабль судно живик жолы который был сдан российской стороне в аренду и как бы казахская сторона не знала что это судно помогало красть украинское зерно вот но когда все это было выявлено руководство казахстан темы жилы начала говорить что это зерно украинское вывозили по просьбе украины и кастак опубликовал прямо ссылки на заявление казахстан темы жилы буквально на следующий день это было провернуто украинские послы в турции и прокуроры сделали обращение к турецком руководов руководству заявлением что это краденое зерно потребовали арестовать это судно собственно это и было сделано и вот обратите внимание это прошло на прошлой неделе и тут лихорадочные действия со стороны путина и его подручного токаева вот посмотрите на карту наверх и заговор и так далее это не может быть я вам сейчас хочу продемонстрировать и так 4 июля понедельник токаев как бы разговаривать с председателем евросовета и предлагает помощь преодоление энергетического кризиса европе из-за введения санкций против россии цеными в мире на нефть и нефтепродукты поднялись и вот как бы такая предлагает а давайте мы сделаем замещение российской нефти и будем поставлять нашу нефть в европу который и так поставляется у нас нет такого количества нефти как у россии россии поставляет где-то ежедневно приблизительно 11 миллионов баррелей нефти в сутки 11 миллионов казахстан же на экспорт отправляет менее полутора миллион которые и так идут в европу больше никуда как может казахстан вдруг заменить россии то есть вы понимаете что это просто был пиар и ему так дипломатично поприветствовали сказали что да конечно мы были бы рады но в казахстане такой нефти дополнительный нет но и когда вы знаете что такая это мелкая кошка который кто-то пытается представить как никого тигра когда вы знаете что кошка не может съесть слона или быка когда вам кто-то это скажет что от кошка оказана пола съела тигра или съела лошадь вы конечно будете смеяться правильно вот данная ситуация когда вы понимаете что это кошка мелкая мебели все прочее вы легко читаете все его заявление так нефти у нас больше того что казахстан поставляет нет нет и не может казахстан покрыть те объемы которые поставляет россия на запад на международные рынки это первое это сразу все ломается вот обратить внимание ну и потом даже если бы это не было как казахстан может отправить в европу свою нефть у нас все маршруты проходят через россию и через россию газпром не пропускает казахский газ не пропускает туркменский газ между прочим если бы россия пропускала бы туркменский газ то туркмены закрыли бы значительную часть потребности всей европы газа у них много вот видите это не происходит и путин с какой стати будет позволять кому-то поставлять нефть или газ и таким образом вытесняя российскую нефть или российскую российский газ лишь понимает это абсурд поэтому вы должны понимать что нефти у нас таком объеме нет существующий нет и так поставлять европу поэтому такого рода действие это просто комбинации по тому чтобы пустить пыль в глаза вот это происходит разговор 4 июля а 5 июля вдруг следует заявление что российский суд находящийся в новороссийском регионе запрещает поставлять нефть сроком на один месяц якобы из-за каких-то нарушений вы можете представить 4 или разговора 5 реакции то есть каким образом разыгрывается комбинация что путин якобы наказывает токаева но чтобы вы знали суть дела на самом деле ситуация с этой каспийским трубопроводом корсу консорсум трубой сформировалась ситуация 6 июня обратить внимание по срокам не 5 июля а 6 июня и вот 6 июня российский госорган предписал ктк каспийскому трубопроводному консорсуму устранить нарушение до 30 ноября 2022 года между прочим нарушение такие знаете это просто документы описание процедур если допустим с трубы нефть разольется какие действия делать и там регламент они должны были прописать определен по определенным стандартам регламент действий собственно самого руководства ктк и все то есть там нет не разливалась никакие там ущерба никому не нанесено это просто бумажка которым нужно было описать точнее и вот российский госорган дал предписание до 30 ноября внести необходимые изменения в эти нормативные документы и все и 6 июня был составе административный протокол не штрафов нет ничего 6 июня еще раз обращаю ваше внимание и между прочим это все это происходило до заявления и выступления на форуме санкт-петербурге 17 июня такая его когда вся пресса казахская международная разнесла что вот такая в герой в лицо плюнул путину это поразительно наивно поразительно но наша работа сейчас конечно безусловно повлияет и влияет на то чтобы и запад и наши граждане украинцы украинцы я хочу сказать первую очередь должны это осознать что все это вранье и комбинации путина это все должны понимать и так 17 июня такая якобы плюнул лицо такая в смысле путину и вот смотрите 6 июня все это происходит все эти административные протоколы без штрафа без ничего все связано с этой трубой по которой экспортируется казахская не теперь 1 июля поднимается скандал что такая помогает путину красть украинское зерно и чтобы замазать эту ситуацию путин разыгрывает теперь очередной спектакль ну понятно что заявление казахстан темы жилы сразу украина опровергла никакой просьбы не было вывозить это зерно это было крадено и зерно и соответственно что происходит происходит следующее якобы 5 июля запрещает транспортировать нефть сроком на один месяц 5 июля обратить внимание административный протокол составлен 6 июня никаких убытков никому не нанесены и 5 июля тут неожиданно якобы суд вносит решение на 30 дней хотя российская страна запрашивала якобы 90 дней запрет на отгрузку и хочу обратить ваше внимание сегодня министерство энергетики казахстана сделала заявление что не продолжает грузиться уважаемые друзья никакой приостановки экспорта нефти не было и нет и не будет и даже если это будет это для видимости на короткое время чтобы казахстан не попал под санкции потому что если казахстан попадет под санкции вы же понимаете вся нефть будет перекрыта газ будет прикрыть перекрыть как россии металлы будет перекрыты это будет мощнейший удар по планам путина сделать из казахстана заднюю дверь чтобы через нее импортировать товары поэтому они срочно начинают имитировать некий конфликт российские сми это раскручивает международные сми тоже в эту ловушку попадается bloomberg международное агентство тоже ловится печально что известные аналитики как вот ну известны там пианковский или еще кто-то там российские известные аналитики тоже ловится на простую вещь проблема этих к сожалению аналитика в том что они не знают что такое казахстан не владеет деталями и соответственно делают ошибочные выводы пользу случаем я хочу обратить внимание украинцев не верьте такая такой же диктатор как и путин за два дня только в алматы было расстреляно больше тысяч человек по приказу токаева и погибло людей больше чем в буче вы понимаете такой человек не может быть союзником украины никогда это одна шайка путин лукашенко такая это одна шайка просто у них разные роли и печально что люди на такие ловушки ловятся я в этой связи собственно для этих целей провожу эфир то есть вы видите до 6 июня все эти предписания были никаких санкций не было 5 июля не разыграть комбинацию потому что они попались на зерне ну и в реальности нефть никуда никакие не под какие запрет на отгрузку не попала вы помните когда 17 июня такая вдруг вот так якобы плюнул лицо путину сразу на следующий день пошли фейки что вот якобы казахстан арестовал 1700 вагонов российского угля это была ложь пошли фейки что якобы россия запретил отгружать нить по ктк тоже же министерство энергетика опровергла казахстана что это не так вы видите как на какие простые примитивные приемы вас ловит я хочу чтобы вы понимали изначально эти люди одна банда и они разыгрывают разные операции не надо ловиться на этом ну и дальше смотрите что им нужно все время демонстрировать якобы конфликт между путиным и такая вы другой стороны они все время ставить некую растяжку говорят ну да вот здесь есть проблема но мы дружим и вместе о дкв вместе путин заявляет что они надежные партнеры песков пресс-секретар то же самое такая делать то же самое параллельным вроде как бы какие-то проблемы это способ одновременно сидеть на двух стульях вот как разыгрывает эту комбинацию путин и собственно наши власти тоже такую игру придумывает как бы раздвоение создают и какая-то часть начинает значительно верить что да там действительно не так все просто начинает переживать а что же мы будем делать теперь нефть не будет поставляться тенге рухнет девальвация национальной валюты полная ерунда ну и сегодня везде по всем лентам прошло сообщение что якобы топкаев собрал правительство что теперь разрабатывать альтернативные маршруты но при этом мы дружим с россией альтернативные маршруты через каспий уважаем друзья я вам просто скажу как бывший министр энергетики что никакого маршрута в сторону каспий нет я вам это ответственно заявляю вы можете спокойно загуглить и обнаружить следующее что морской порт ахтал способен приблизительно 5 миллионов тонн но если сильно постараются еще потратить деньги 9 миллион тонн нефти отгрузить через нефтяные терминалы в сторону баку но на самом деле у нас нет танкеров которые способны перевозить такое количество нефти максимум пару миллионов тонн но она экспорт на экспорт что вы понимали в сторону трубопроводно-каспийского консорциума порт новороссийск идет приблизительно около 60 миллионов тонн нефти то есть все усилия максимальный который может приложить так называемый казмор флот приведут тому что они способны будут грузить максимум 2 миллиона тонн понимаете да вместо 60 миллионов максимум 2 миллиона тонн то есть если с путиным заварушка начнется перебудь перекрыты возможности отгрузки всей нефти и не только нефти у нас 85 процентов грузов идет через россии это значит весь импорт который поступает казахстан в основном 85 процентов весь товарооборот который идет через европу и так далее он проходит на 85 процентов из россии поэтому когда вы считаете конфликт вы имеете ввиду что не только нефть будет закрыт но и все остальное и когда такая говорит что мы отрабатываем маршруты другие альтернативные просто знаете что географически в сторону каспи это невозможно сделать я сейчас хочу вам детально пояснить чтобы у вас были познания вот эти запись моя будет стоять в эфире вы можете через google все мои слова просто проверить итак у нас нефть может грузиться только через нефтеналивные терминалы в актау при этом способны транспортировать танкеры их всего лишь ограниченное количество несколько штук емкость их 12 тысяч тонн но вы представьте да то есть сейчас существующие танкеры могут отгрузить не в лучшем случае в лучшем случае 2 миллиона тонн в год а у нас потребность минимум 60 чтобы была возможность отгрузить все 60 миллион тонн это нужно до баку а потом через азербайджан нужно найти грузии порт батуми или попытаться влить в трубу есть такой баку джейхан в сторону турции но этот нефтепровод практически весь уже забит там почти нет места ну там может небольшой незначительный объем таким образом видно что даже если эту нефть казахстан вдруг умудрится грузить в ту сторону максимум 2 миллиона тонн вместо 60 существующими танкерными возможностями для того чтобы грузить больше ну в два раза или три раза даже 5-6 миллион тонн нужно нарастить количество танкеров один танкер чтобы его произвести нужно 18 месяцев и внимание эти танкеры 12 тысяч тонн производится для казахстана и могут произведены и могут быть прийти к нам где санкт-петербурге под выбором больше нигде то есть таким образом мы попадаем замкнутый круг если путин говорит не мы не дадим казахстану возможность грузить не через каспийское море просто выборский судостроительный завод не будет производить танкеры для казахстана все у нас танкеров нет тогда что тогда нужно строить свою судостроительную верь это извините 5 лет готовить специалистов юз дежурной кореи из китая кого-то привести заложить верь это минимум пять лет минимум пять лет и я не говорю о том что нет возможности физической возможности грузить нефть через баку и грузию просто нет и даже если такую возможность сформировать нужно строить нефтепровод подземный подводный длиной 700 километров это несколько миллиардов долларов во первых во вторых нужно получать согласие при каспийских государств там потому что различные экологические риски возникает а 5 государств которые контролируют каспийское море соответственно регулируют все эти действия соглашениями опять россия будет против то есть никакую трубу казахстан не сможет построить поэтому а все движения которые сейчас делается такая это пиар это обман эта попытка продемонстрировать что вот сейчас казахстан какие трения мы работаем над параллельным маршрутом это невозможно сделать это возможно перспективе 10 лет сделать это другой проект это я как-нибудь отдельно расскажу но ближайшие несколько лет никакие возможности нет присутствует которые позволивали диверсифицировать поставки нефти вообще нет никаких возможностей чтобы те грузы которые сейчас идут из европы и со всего мира через территорию россии каким-то другим способом поставлять ну еще вторая часть это китай у нас есть нефтяная труба ее мощность ее где-то 12 миллион тонн год не забывайте что казахстан на этот год запланировал свыше 85 миллион тонн производства нефти и порядка около 60 миллион тонн нефти казахстан предполагает отправлять на экспорт вот эта труба 10-12 миллион тонн на 10 миллион тонн заполнена российской нефтью уважаемые друзья у нас этой нефти недостаточно для этого нужно строить трубы в сторону от рау то есть какие-то действия нужно сделать на которых тоже нужно время и инвестиции понимаете даже если увеличить размер трубы в итоге до 20 миллион тонн провести внутренние работы это тоже несколько лет и у нас один единственный покупатель с той стороны китай который будет ограниченное количество нефти покупать и зная что единственный покупатель просто будет выкручивать руки вот и все вот к сожалению за 30 лет руководство страной нурсултана назарбаев он вообще ничего серьезного не сделал с точки зрения реальной независимости страны все эти байки мы там границу с ними кем-то подписали все это полная ерунда полная ерунда мы сейчас в такой ситуации когда транспортные коридоры независимы можно построить если очень сильно напрячься минимум за пять лет а в реальности больше вот такая ситуация поэтому все эти пропагандистские статьи заседание правительства заявление такая вы воспринимаете как тотальную ложь с целью вести заблуждение создать видимость в очередной раз пообещать и эти обещания через 30 лет даже не выполнит ну и потом вы слышали что якобы министерство финансов вышло с заявлением что готовится пакет документов что будет список товаров опубликован который из казахстана нельзя экспортировать в россию потому что на россию наложили санкции тоже не верьте это полная ерунда они оформят на необходимые компании и серый импорт тем более россии подписала соответствующие указы а возможность серого импорта вот этот серый импорт из казахстана будет двигаться и двигается сейчас в сторону россии вот она реальность уважаем друзья поэтому вы не воспринимайте серьезно что говорил и путин и такая все эти инсинуации движения они ложные не забывайте что казахский центр клуб кредит купил альфа-банк российский казахстане что государственный холдинг байкере сейчас завершает сделку по попут покупки сбербанка казахстан в нашей стране это государственная компания мы члены дкб и когда такая говорит что якобы нам некий о дкб помог они россии тоже вранье потому что дкб состоит из войск россии и больше никого армян 100 человек крыгызов 100 человек и две роты может быть белорусов вот что такого дкб вот она реальность я вам даю цифры нет никакого каспийского маршрута это все вранье мы сейчас с точки зрения маршрутов зависим от россии и от этого избавиться можно период от пяти до десяти лет а не грузить нужно сейчас продовольствие другие товары импортировать нужно сейчас поэтому это имитация не верьте всему этому ну и вы должны знать что когда эта кошечка изображает тигра что это очень выглядит смешно и главное нам не быть наивными вы же знаете что при назарбаеве он только книги они описал восхвалял строил памятники столицу не может поменять сейчас его правительство заявляет что нет мы не можем столицу вернуть на 1 назад поменять не можем понимаете вот такой человек трусливый ничтожный вдруг таким орлом стал стал ругаться с как бы с путиным ну друзья но нельзя же будет до такой степени наивным и самим себя обманывать и печально что украинцы на это ловятся уважаем украинцы не ловитесь это одна шайка бандитов которые в сговоре разыговорит определенные роли лукашенко у него своя роль у така его другая роль роль задней двери но и потом я заключение хотел сказать но смотрите вот партия алга казахстан инициативные группы там их полторы тысячи человек только подали документы о намерении зарегистрировать партии о намерении и министерстве юстиции отказывается суд вообще даже не смотрит эти доказательства которые министерстве юстиции не представила сказав что в список не соответствует требований простая вещь это не с путина воевать это наши мирные граждане которые просто хотят организовать партию алга казахстан и что делает такая он боится и минюст отказывает ну они сейчас понятно судится будет добиваться но вы видите да как такой трус боящийся просто какой-то партии небольшой организации намерение их создать партию вдруг решил воевать с путиным ну друзья не будьте наивными не обманывайте себя это мелкая серая кошка такая никогда не будет тигром никогда не будет орлом никогда не будет независимым президентом и пока мы не избавимся от режима мы так и будем плясать под дудку путина вот такая картина не обманывайтесь алга